Армянавет Приходится удивляться, что в кругах политэкспертов все еще опасаются потерять Азербайджан, в отместку за то, что Россия симпатизирует армянам и помогает установить мир в Арцахе. Никто не дает серьезного анализа того, насколько Турция продвинулась в Азербайджане в установлении полного контроля над государством под названием Азербайджан. То, что Турция полностью контролирует и управляет азербайджанской армией, неоспоримый факт, 150 ключевых постов в Министерстве обороны Азербайджана занимают турецкие генералы. Недовольные азербайджанские генералы, отстраненные от управления армией в случае выражения недовольства, рискуют быть отстраненными и подвергнутся репрессиям. Как это произошло с экс-начальником генерального штаба Моазербайджана Нижмеддином Садыховым, который высказался предельно откровенно, если мы отдаем туркам нашу армию и боеприпасы, может и своих жен отдадим. Несогласного генерала, выразившего общее недовольство азербайджанских военных, отстранили от должности и даже обвинили в шпионаже в пользу Армении. Не менее серьезное внедрение Турции идет в сфере экономики, государственного управления. В Азербайджане полностью согласны с тем, что в ситуации в Карабахе виновата Россия, которая в прошлых веках не раз организовывала переселение армян из Персии в Карабах, исконную азербайджанскую землю. И искренне верит в этот миф, верит также в то, что армяне в Карабахе присвоили древние албанские христианские памятники и выдают их за свои, что на территории Карабаха и Армении вместе с геурами, русскими, уничтожили все азербайджанские мечети. Было бы смешно, но становится грустно, когда убеждаешься, что в эту чушь искренне верит большинство азербайджанцев. Необходимость осознания того, что российское влияние на некогда братскую республику свелось к сугубо торгово-экономическим отношением, что Азербайджан рассматривает Россию, прежде всего как рынок сбыта, источник доходов, что кардинально отличается от стратегического партнерства, в режиме которого работают Россия и Армения. Когда России понадобилась надгоризонтная радиолокационная станция дальнего обнаружения в Габале, работа которой помогла бы быть в курсе происходящего на южных рубежах, Азербайджан заломил такую цену, что России пришлось отказаться. А дело было в том, что станция помогла бы иметь все данные по Турции. Выдавливание России с Габалинской РЛС британские СМИ назвали оскорблением России и лично Путина со стороны Баку. Не менее однозначной была роль Азербайджана в работе газопровода «Турецкий поток», который сегодня не полностью загружен, поскольку Турция предпочла покупать газ у Азербайджана, что резко повысило сроки окупаемости построенного Россией газопровода. Последние 300 лет именно Армения была опорой России на Южном Кавказе, в отношениях с Турцией и Ираном. Только Армения дала согласие на размещение на своей территории российской военной базы. Надо признать, что Азербайджан, имея энергоресурсы, вполне может вести самостоятельную политику на основании двух сторонних соглашений. А в случае необходимости входить в тесные отношения с той или иной страной, Азербайджан выбрал Турцию как близкую ей по духу и менталитету, а не Россию. Взявшись с Турцией за руки, Азербайджан смело начал войну в Карабахе и получил то, о чем даже не мечтал. Но в соглашении не учтены интересы Турции, которая продолжает настаивать на своем участии в миротворческой операции. Представители обеих сторон подписали меморандум, согласно которому в ближайшем будущем планируется создание совместного центра мониторинга с пребыванием на территории Азербайджана. Главной целью центра станет сбор сведений о прекращении боевых действий, передвижение военных формирований, выявление прецедентов нарушения соглашения, рассмотрение жалоб сторон. Вряд ли стоит говорить, что присутствие турецких военных в зоне может спровоцировать инциденты с участием российских миротворцев. Станет раздражителем для армян, так и незабывших геноцид армян в Османской империи. Поэтому вполне обоснованно возражают против присутствия Турции в зоне миротворчества. Турция по-прежнему стремится принять участие в остановке конфликта, эта цель была достигнута. Такой исход событий устраивает Турцию, ее военные формирования скапливаются у границ на законных основаниях. Азербайджан и Турция решили объединить усилия. Не исключено, что в ближайшем будущем Турция и Азербайджан предпримут новую попытку для захвата Карабаха, их целью может быть и сама Армения, у границ которой Турция накапливает боевую технику, которая как ружье на стене рано или поздно должна выстрелить. Как сообщил президент Азербайджана, Турция перебросила свои войска в Нагорный Карабах, вопреки всем и всему. Цели у Турции легко просчитываются. Распространение пантюркизма на Кавказе, после выхода к Каспию через Азербайджан, перейти на Среднюю Азию, где входящие в СНГ Казахстан, Узбекистан, Киргизия, не особенно сопротивляются и рассматривают предложение Турции о создании пантюркизской армии. Не исключено, что они дадут свое согласие, если Азербайджан и Турция окончательно решат вопрос Карабаха и заодно Армении, которые стоят на пути реализации идей пантюркизма. А сегодня еще и российские миротворцы, располагающие военным потенциалом, могущим уничтожить армию двух стран. Вновь придется Турции стиснуть зубы и про себя шипеть на проклятых геуров, вечно мешающих осуществлять грандиозные и блестящие планы Турции. Азербайджан вышел победителем в нынешней войне только благодаря помощи и поддержке Турции и международных террористов, войдя в союз с близкими по духу и ментальности страной, осуществив тезис «один народ, два государства». Пусть тезис спорный, поскольку азербайджанцы все-таки ближе к персам, и этнически и по вере шииты. Но если с Турцией у них полное взаимопонимание, ничего не поделаешь. Но если родственные чувства у них проснулись лишь в связи с конъюктурой, политической необходимостью, то у армян, особенно карабахских, чувство духовной близости с Россией проснулось более 300 лет назад, когда христианские арцах и Армения оказались окруженными племенами тюркских кочевников, по их же просьбе вошли в состав Российской империи. А вот теперь, после заключения соглашения о перемирии, Россия вновь появилась в Карабахе уже с миротворческой миссией. В Арцахке по поводу своего будущего в окружении жаждущих ее уничтожить, затопить к крови, иллюзии не строят. Знают, что Турция, постепенно берущая в свои руки бразды правления в Азербайджане, продолжит начатое с конца позапрошлого века уничтожение армян, пик которого пришелся на 1915 год, когда было вырезано и уничтожено полтора миллиона армян. Здесь также прекрасно понимают, что прозвучавшее заявление президента Азербайджана о том, что он не допустит международного признания независимости Арцаха. Пока он президент, означает постепенное если не уничтожение, то изгнание армян с Карабахской земли. Перспективы объединиться с Арменией так и остались намерениями. В нынешней ситуации, когда фактически Армения не смогла обеспечить безопасность Арцаха, об этом и говорить не приходится. Но и становиться культурной автономии в составе Азербайджана Арцах не намерен. Срок пребывания российских миротворцев в Арцахе определен в пять лет с последующим продлением еще на такой же срок. Этого вполне достаточно, чтобы в районах, перешедших к Азербайджану, ту же шушу заселить азербайджанцами, которые рано или поздно станут большинством в национальном составе Арцаха. И тогда можно смело проводить референдум о статусе Арцаха. Что это будет означать для армян, догадайтесь сами. Опыт пребывания в составе Российской империи для Арцаха был самым положительным. Пребывание в качестве автономной республики в составе Азербайджана в советское время было хоть и колониальным, но не приводило к масштабным этническим и межконфессиональным столкновениям. Развал СССР и появление независимых республик сломал межэтнический и межконфессиональный хрупкий мир, как только Арцах пожелал стать независимым государством. Обоснование было логичным и юридически грамотным, Арцах входил в состав Азербайджанской СССР, в состав же Азербайджанской республики он никогда не входил. Согласно праву наций на самоопределение он провозгласил свою независимость. Ответом Азербайджана стала война, в которой он потерпел поражение от намного более слабого и плохо оснащенного Арцаха. В начале 90-х годов Азербайджан не смог одолеть противника, который уступал ему по количеству танков в 4 раза, бронемашин 6 раз, систем ПВО 8 раз, по боеприпасам 25 раз. У Азербайджана в то время в наличии было 60 самолетов, у Арцаха и Армении ни одного. Через почти 30 лет, залечив раны, накупив современного оружия, заручившись реальной поддержкой Турции, взявшей на себя командование армией, завезя террористов из Сирии, воспользовавшись похолоданием отношений между Россией и Арменией, Азербайджан пошел в атаку. Чем она закончилась, всем известно. Какова будет дальнейшая судьба Арцаха, неизвестно. Невооруженным глазом видно, что веденный в Арцах в спешном порядке российский миротворческий контингент будет решать не только сугубо миротворческие задачи, но геополитические. В частности, ограничение активности Турции в регионе, являющемся зоной интересов России. В поддержку российским миротворцам прибыли танки, система РЭП, которые уже закрыли небо над Арцахом. По вооружениям и боевому потенциалу в случае инцидента российские миротворцы способны в кратчайшие сроки уничтожить армии нескольких стран. Такая сила и мощь для проведения миротворческой миссии явно излишни. С другой стороны, сбитый во время сопровождения миротворцев в Арцах российский вертолет на территории Армении говорит о том, что подобные сюрпризы могут быть. К провокациям надо быть готовыми. Явно ущемленная Турция без провокаций не обойдется. Россия сделала в Арцахе мощный и впечатляющий ход, показавший всем сторонам, кто правит балом в регионе. Редактор субтитров А.Семкин